Видное город-сад, поэтому неудивительно, что здесь обитает немало птиц. В парках можно встретить и белок. Местные жители создают лесным обитателям условия для комфортного проживания. Вешают скворечники и кормушки, чтобы особенно в зимний период не дать им погинуть от голода. Взрослые уверены, особенно это важно для детей, которые таким образом могут знакомиться с природой. Дети же должны воспитываться, чтобы любовь проявлять к природе. И хотя бы эту природу беречь как-то, учиться. А у кого-нибудь учиться-то. Вот на этих кормушках, на этом ухаживании за белочками, подкармливании. За состоянием и наполненностью кормушек следят и сотрудники всех трех видновских парков. В одном только центральном расположено три больших сварешника и несколько кормушек. Но чтобы их количество увеличивалось и еда для пернатых и грузунов всегда была на месте, здесь регулярно проводятся различные акции. Очередная запланирована на 1 апреля. Мы стараемся привлечь не только своими силами, но и активных жителей. 1 апреля у нас будет проводиться акция, посвященная Дню Птиц Всемирному. Будет проводиться развлекательная программа для детишек. Конечно же, хотелось больше привлечь активных граждан. Благодаря подобным акциям в 2016 году в Центральном парке появился большой бельчатник. В нем под наблюдением и заботой людей взрослели три белки. После, по совету разводчиков, их отпустили на волю. Сейчас у сотрудников появилось желание повторить акцию. Могли бы провести, наверное, такую акцию и сейчас. Показать детишкам, что такое милосердие. Что о белках нужно заботиться, кормить их, смотреть, как они растут. Чаще всего люди угощают обитателей леса хлебом и семечками. И немногие знают, что птицы любят несоленое сало, вареные яйца, творог и яблоки. А белки будут рады, разумеется, орехам, а также сушеным и свежим фруктам. Поэтому, идя на прогулку в парк, не забывайте брать для них угощения. А изготовление кормушки своими руками станет отличным развлечением для всей семьи. Юлия Погосян, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.